А во второй части нашего урока мы рассмотрим еще несколько способов применения сплайнов моделирования. Для этого перейдем, допустим, во фронтальный вид и создадим несколько форм. У нас вот здесь готовые есть формы, то есть практически можно применять любую форму, но мы создадим вот несколько, допустим, прямоугольную форму, ellipse и, допустим, поставим текст. Он у нас очень большой, мы его немножко уменьшим и сократим вот таким вот образом. Так, перейдем в перспективный вид. Вот у нас три сплайновых объекта. Самый простой способ превратить их в объемные модели, это применить к ним модификаторы. Допустим, берем наш прямоугольник традиционный, переходим в модифай и список модификаторов. А вот здесь модификаторы самые часто используемые, это вот Bevel-модификатор и Extrude. Оба этих модификатора производят выдавливание, только единственные Bevel со скосом, а Extrude просто выдавливает. Вот, допустим, применим к этому сплайну нашему выделенному Extrude и видим, что наш сплайн превращается в плоскость и нам достаточно всего лишь задать высоту выдавливания. Также можно задать сегментацию, допустим, 3, но для того, чтобы увидеть это, нам нужно нажать клавишей F4. Вот видим, что мы разбили еще на три сегмента. Выделим эллипс и применим к нему модификатор Bevel. Точно так же превращается он у нас в плоскость и начинаем выдавливать. Это первое выдавливание, допустим, вот на такую высоту и делаем скос, допустим, на минус скос. Дальше можем следующее применить выдавливание, следующее и скос на минус, и получается вот такая вот оригинальная форма. Ну, здесь показано всего лишь три выдавливания, на самом деле их можно применять сколько угодно, но для этого надо перейти уже на полигональное моделирование. Вот у нас такой сложный сплайн, как текст. Вот каким образом сделать из него объемный. Наверное, самое простое это применить вот как раз модификатор Bevel. Но у нас получилось в целом ерунда, потому что у нас остались еще старые настройки в этом модификаторе. Для того, чтобы убрать, правой кнопкой мыши щелкаем на стрелочках и обнуляем все параметры. И вот сейчас здесь уже задаем вот высоту одну, скос оставляем нулевой, а потом небольшую вторую высоту и на минус делаем скос небольшой. Опа много, 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 так и вот мы получаем вот такую вот фасочку. Ну это самые простые способы, можно сказать такие примитивные моделирования с применением сплайнов. Мы с вами попробовали моделирование, используя готовые сплайновые формы, но так бывает не всегда. Чаще всего сплайн или отрисован одной линией или является составным из нескольких сплайнов. И вот когда у нас сплайн является составным, то могут возникнуть некоторые проблемы. Вот с этим мы постараемся сейчас разобраться. А для этого возьмем команду линия и отрисуем два сплайна. Вот первый сплайн у нас будет зарисованный, отрисуем ну допустим какую-нибудь вот такую вот стрелочку. Так, на вопрос систему замкнуть сплайн, говорим да. А и отрисуем второй сплайн, допустим тоже стрелочка, но он у нас будет состоять из двух сплайнов. Постараемся так поровнее его сделать. Так, вот это у нас один сплайн. А чтобы нарисовать второй сплайн нужно включить нам привязку двухмерную и здесь все уберем и включим только вертексы, привязку. И все у нас вот уже к точкам сразу прицепляется. И рисуем так сплайн прямой. И сюда опять. Все. У нас получилось вот два сплайна. Переходим в перспективный вид. Чуть-чуть немножко они разные, но в принципе одинаковые стрелочки. Вот выделяем первый сплайн, модифай и берем модификатор Bevel. У нас стрелочка сразу превращается в плоскость, что является хорошим знаком. И немного выдавим. Так, выдавим один сегмент, то есть смещение ставим нулевое, чтобы просто прямое выдавливание было. И второе небольшое выдавливание и смещение на минус. И получаем вот такую вот фасочку. То есть все у нас прошло без проблем. Выделяем второй сплайн и у нас выделяется всего лишь половина сплайна. Вот для того, чтобы нам объединить, но это уже вопрос как бы редактирования сплайнов. Нужно взять команду attach и присоединить вторую часть. Вот сейчас у нас это цельный сплайн. Цельный сплайн. Вот мы его выделили. Берем модификатор Bevel и у нас получается проблема. То есть у нас сразу же это не превратилось в плоскость и выдавилась только сама линия. Ну я думаю вы уже догадались в чем причина. В том, что у нас это единый сплайн, но он не замкнутый. Ну для этого вот посмотрим. Перейдем на фронтальный вид. Перейдем на уровень линии и на уровень сплайнов. То есть выделяем сплайн и у нас выделяется половинка сплайна. То есть он превратился в единый сплайн, но он не замкнутый. Это один сплайн, это второй сплайн. Так, надо привязки убрать. Вот для того, чтобы нам объединить это в единый сплайн, нужно выйти на уровень вертексов. И вот эти вот точки соединения сплайнов нужно слить. Здесь в данном случае в каждой точке две точки существует. Их нужно спаять между собой. Для этого в 3dmax есть такая команда как VALT. Выделяем вот эти две точки и нажимаем команду VALT. Все, у нас появляются маркеры. У нас все объединилось. Выделяем эти и нажимаем VALT. Все объединилось. То есть переходим в перспективный и включаем VALT. То есть у нас вся эта проблема снялась. Ну это все прекрасно, когда речь идет о таком маленьком сплайне. Когда у нас сплайн очень большой и очень сложно найти точки. И очень много. То есть это потратится очень много времени. Для этого в 3dmax предусмотрена вот такая вот еще команда, что автоматическое сплавление. То есть по умолчанию здесь галочка обычно не стоит. Вот для того, чтобы нам все точки проработать и не щелкать постоянно на этом. Можно включить авто слияние, сваривание и установить порог и выделить эти точки. То есть они автоматически сплавятся. То есть это очень удобная команда. Рассмотрим еще один довольно таки часто используемый способ моделирования с использованием сплайнов. Это моделирование при помощи модификатора Light. То есть что означает токарный станок. При помощи этого модификатора можно создать объекты имеющие ось вращения. Ну и так попробуем приступим. Перейдем в фронтальный вид. Возьмем команду линия. И построим что-нибудь такое подобное к рынке. Сейчас посмотрим, если у нас это получится. Так. И превратим сразу в редоксируемый сплайн. Так. Выйдем на вертексы точки. И немножко подредактируем. Так. Сразу раз. Угу. Посмотрим что у нас за крынка получится. Так. Наверное лучше без Е сделать. Так. Наедем поближе. Так. Угу. 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 Возьмем команду fillet. Так. Все это мы немножко сгладим. Угу. 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 Филет. Тут немножко. Здесь у нас Bezier Connor. Здесь тоже Bezier Connor. Вот мы создали вот такое вот сечение. Так, теперь на линию. Берем модификатор. Лейты. Так, вот у нас лейты. Переходим в перспективный вид, чтобы нас было видно. Так, ну пока получилось не суразиться. Нам нужно выбрать так, это у нас по центру. Минимальная, а то у нас в обратную сторону. Максимальная, то есть вот у нас максимальное вращение. Так, вот внутри у нас вроде как бы ничего, но получилось немножко точку. На всякий случай нужно поставить здесь галочку в Altcore. То есть все точки в центре, чтобы слились в единую. Так, и у нас, по-моему, вывернутое изображение. Это довольно-таки очень часто бывает. Для этого включим визуализацию и видим, да, у нас изображение наизнанку. Для этого нужно поставить галочку Flip нормально, то есть обратить нормально. И у нас все сделалось нормально. То есть и здесь при желании можно увеличить сегментацию немножко, чтобы сделать более скругленный предмет. Ну, здесь можно еще дальше использовать редактирование. То есть вот у нас это нормально. Так, переходим на точки. Допустим, вот выделяем вот эти две точки, включаем, делаем его уникальным. И у нас это как бы предмет ставится. И можем в реальном времени, то есть вот это все редактировать. Можно смотреть все это здесь. Ну, это уже как бы проблема номер два.